С чего началось поколение пистолетов-пулеметов-3? Читательской аудитории во серии статей по пистолеты-пулеметы явно пришлась по вкусу, о чем говорят их комментарии. Завязались даже словесные баталии, что показательно. Единственный их недостаток это желание поскорее заявить о своем знании и уличить в незнании других. Между тем абсолютного знания не бывает в принципе. Именно поэтому в тексте статей в скобках постоянно даются отсылки к материалам нашего же сайта, где о тех же самых образцах было написано либо раньше, либо больше. Однако почему-то многие их пропускают. Но в целом дискуссия оказалась очень полезной. Всегда важно посмотреть на мнение тех, кто не только имеет представление об оружии, но и сам из него стрелял. А некоторые комментарии просто просятся, чтобы их вставили в текст, настолько они емкие и при этом исчерпывающие. Вот, например, комментарий у человека подняком «Майор Вихрь». Акс-74У это укороченный вариант автомата Акс-74 для вооружения экипажей боевых машин, авиатехники, расчетов орудий ИТ-П. Отличается от стандартного автомата Акс-74 более компактными размерами, укороченным в двух раза ствалом и меньшей массой. Использует стандартный для автоматов СССР, Россия Патрон 5,45Х 39ММ. Все недостатки это суть продолжения его достоинств. Чем он плох для своей ниши? Разве только тем, что сегодня можно такой автомат сделать еще легче, с иной конструкцией ствольной коробки, лучше приспособленной для различных прицельных приспособлений, устанавливаемых опционально. Ствол еще сделать более живучий, с лучшим охлаждением. Скорпион оружие удобное и потому положившее начало новому тренду. Действительно, с этим нельзя не согласиться, а выбран этот комментарий потому, что в наибольшей степени соответствует теме данного материала. А рассматривать мы ее начнем с того, что еще раз вспомним, что пистолеты-пулеметы три поколения, появившиеся еще в конце войны и начале 50-х, при всей своей оригинальности несли на себе отпечаток старых идей, главной их которых была идея универсализации оружия. То есть винтовка есть? Есть. Ну добавим к ней карабин и... Хватит. Пистолет-пулемет появился? Хорошо. Сделаем его полегче и покомпактнее и... Хватит. АКС-74У со сложенным прикладом. В советской армии, полностью отказавшейся от ПП, эта точка зрения как раз и нашла свое воплощение в АКС-74У, СМ. Во 20 сентября 2018 года. И, кстати говоря, ничего плохого в этом в условиях подготовки к тотальной войне на выживание не было. Один образец, один патрон. Одна база. Все логично и со всех точек зрения оправдано. Однако именно в это же время, а именно в конце 60-х, начале 70-х годов начали появляться уже и пистолеты-пулеметы поколения 3+, отличавшиеся от предыдущих образцов. Скажем так, повышенным уровнем специализации. Так, в Чехословакии с 1961 по 1979 год начали производство пистолетов-пулеметов Скорпион VZ-61 конструкции Мирослава Рыбажа. Строго говоря, это больше автоматический пистолет, чем пистолет-пулемет, но все-таки принято его относить именно к последним, а не к первым. Во времена Варшавского договора это бы единственный образец, созданный под американский патрон 7,65 мм, 7,65 мм, выбранный не случайно, а вследствие его малой отдачи. Но вскоре появились образцы и под наш 9 мм патрон VZ-63, и под 9 мм патрон Parabellum VZ-68. Оказалось, что его конструкция это все легко терпит. Правда, при скоросстрельности 840 выстр.слеж минуты. Магазин на 20 патронов расстреливался практически мгновенно. Ствол вело вверх уже после двух-трех выстрелов, но... При стрельбе в упор все это оказалось несущественным. На близком расстоянии этот образец оружия показал исключительно высокую эффективность. Недаром на черном рынке он стал едва ли не королем продаж. МАЗ-10 Ингрэм конструкция, в которой нет ничего лишнего. Далее опять нужно вспомнить поговорку о том, что все дурное, как и хорошее, заразительно. Нам неизвестно, знал ли американец Гордон Ингрэм про чехословацкий скорпион или идея носилась в воздухе, но он поспешил сделать нечто подобное и сделал. Его МАЗ-10 был сконструирован в 1964 году, но серийно производить его начали лишь в 1970 году, причем одновременно под патроны ПАН-4-5 ACP 11,43Х-23, к 9ММ парабеллу, 9Х-19, модификации М-10. Вариант М-11. В отличие от этих двух образцов выпускался под патрон 9ММ Шорт, 9 на 17. Компания МАК в 1976 году прекратила свое существование, а все права пистолет-пулемет Ингрэма перешли к компании RPB Industries Incorporated, где мешок спереди можно было использовать в качестве средства удержания. Интересно, что модель получилась еще проще, чем скорпион. Затвор набегает на ствол, огонь как автоматический, так и одиночный. Оригинально выполнена рукоятка взведения затвора, которая играет вдобавок роль предохранителя, а находится сверху и на ней имеется прорезь для прицеливания. Достаточно повернуть ее на 90 градусов, чтобы она перекрыла линию визирования, и можно было бы сразу определить, стоит ли данный ПП на предохранителе или нет. Проволочный приклад крайне примитивен, но устроен так, что вдвигается внутрь ствольной коробки. Прицел нерегулируемый, диоптрический. Низкая масса, дешевизна, мощные патроны – все это говорило за этот пистолет-пулемет. Но невысокая меткость вследствие о сильной отдаче привели к тому, что военными в настоящее время ингрэм не используется. Но товар есть товар, а если он есть, то это значит, что его можно продавать. И вот пистолеты-пулеметы этого типа продавали даже в Израиль, а также на остров Тайвань, в Чили, Колумбию, в Доминиканскую республику и Саудовскую Аравию, в Великобританию и Испанию, а в самих США использовались различными спецподразделениями в годы войны во Вьетнаме. Стандартный УЗИ даже со складывающимся прикладом был довольно таким массивным оружием. Кстати, в Израиле довольно скоро решили пойти по тому же пути и в 1982 году выпустили модификацию мини-УЗИ, а следом за ней, в 1987 году и еще более компактную модель микро-УЗИ. Причина заключалась в осознании необходимости специализации пистолетов-пулеметов для выполнения разных задач. Так, например, полноразмерный УЗИ был тяжелее, чем советский ЯКС-74У или германский HKMP-5. Из-за своих толстых стенок у ствольной коробки и массивного деревянного приклада, нужного далеко не всегда. Для охранных подразделений и сотрудников спецслужб такой ПП был слишком велик, а вот его уменьшенные варианты, пригодные для скрытого ношения, оказались в самый раз. Впрочем, любые достоинства чреваты напрямую связанными с ними недостатками. Короткая ствольная коробка мини-УЗИ и микро-УЗИ стала причиной чрезвычайно высокого темпа стрельбы до 1000-1250-го годов быстро. Слэш-минуты, при котором 20-ть зарядный магазин, например, расстреливался из него всего за секунду. Микро-УЗИ. Чтобы хоть как-то повысить массу затвора и снизить темп стрельбы у микро-УЗИ его стали делать из вольфрамового сплава, но и с ним меньше 1200 выстрелов она не стала. УЗИ разных модификаций закупили более 30 стран мира, вплоть до ФРГ, где под обозначением МР-2 им вооружили полицию и Бундесвер, до 1985 года, когда их заменили на МП-5, так что встречается он очень широко во всех своих вариантах. Кстати, стоит отметить, что советский автоматический пистолет Стечкина, стреляющий патронами 9Х-18, был, во-первых, легче УЗИ в три раза. Кобурой прикладом львесил 1,22 против его 3,65 килограмма. Короче, длина в первого 270 миллиметров и второго 470 миллиметров, но и превосходил его по кучности стрельбы одиночными выстрелами. Хотя магазины УЗИ не только более емкие, но и по сути универсальные подходят к разным пистолетам-пулеметам. Хотя правильнее будет сказать, что магазины от многих пистолетов-пулеметов подходят к УЗИ. Появилась даже специальная сбруя в комплекте с двумя микро-УЗИ, позволяющая вести огонь по-македонски сразу с двух руки буквально залить толпу противников потоками свинца одновременно из двух стволов. Кстати, сумел он отметиться уже и в четвертом поколении пистолетов-пулеметов. В 2010 году на рынке вооружений появился УЗИ-ПРО, который от прототипа микро отличает улучшенная эргономика и наличие планки Пикатиня как на крышке ствольной коробки, так и по обеим сторонам ствола, или снизу под стволом. Все это по самой современной моде позволяет обвесить этого малыша всевозможными дополнительными устройствами типа лазерного целеуказателя, тактического фонаря и ТДУЗИ-ПРО. Продолжение следует.